Ему не нужны выходные, отпуск или перерыв на обед. В Звенигородской больнице работает идеальный сотрудник Фёдор. Такое имя врачи дали реабилитационному аппарату экзоскелету. На протяжении двух лет он помогает людям буквально встать на ноги. Первые шаги через полтора года после серьёзной травмы. Жизнь Сергея Калекова разделилась на до и после из-за повреждения спинного мозга. Врачи прогнозов не давали. Говорили, многое зависит и от воли самого пациента. Когда ты делаешь вот эти первые шаги, ну, наверное, это как радость у ребёнка, да? То есть ребёнок, который улыбается, радуется, смеётся, когда он делает первые шаги, наверное, вот такие вот чувства, ну, по крайней мере, я испытывал. Индивидуальная настройка к каждому пациенту. Удобное управление с пульта. Благодаря аппарату восстанавливается естественный паттерн ходьбы. После тренировки полученные данные врачи могут проанализировать. Он тебя поднимает, то есть он заставляет весь твой организм направлять свою энергию на восстановительный процесс. Вот это моё мнение. Вот для чего, собственно, он и нужен. Фёдор со своей работой, конечно, справляется, но встать на ноги в первую очередь помогают врачи. Как признаётся Сергей, от их отношения напрямую зависит прогресс лечения. Вспоминает, когда только попал в отделение, именно благодаря медикам удалось найти в себе силы не сдаваться. Что, как, какие у тебя проблемы, чем можем помочь. Давай попробуем. Вот эта фраза «давай попробуем». Я понимаю, что ты не можешь. Но давай попробуем. Она очень удушевляет. Любая реабилитация – это всегда комплексная работа нескольких специалистов. Только так удаётся достичь желаемой цели, говорит заведующий отделением Иван Головкин. Реабилитация состоит из комплекса процедур, которые направлены на восстановление и утраченные функции ходьбы, на увеличение силы в нижних конечностях, появление активных движений в конечностях. Сергей Калеков пока только в начале большого пути. Впереди ещё несколько курсов прохождения реабилитации. Тем не менее, мужчина строит большие планы и уже точно знает, чем будет заниматься, когда снова начнёт полноценно ходить. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».